Зима весьма весной приходит неожиданно, так что простите мне мой сегодня гнусавый голос, слегка подзахлебываясь всякого рода весенними настроениями. Как всегда, надеюсь, что и вы с нами всегда, уже традиционно, на своем радио программа «Живые» с 8 до 10 по будням и сегодня не исключение. Группа сегодня здесь совершенно замечательная, я представлю вам их несколько позже, по нашей уже давно сложившейся традиции. Они сначала споют, сделают таким образом музыкальную, если хотите, заявку всем тем, кто может быть с их творчеством не очень по каким-то причинам знаком. Люди должны определиться для себя и знать точно, будут ли они до конца с нами или, может быть, пойдут по своим каким-то делам. Давай, я поговорю еще. И как только вы определитесь, естественно, вы что-нибудь напишите, пожалуйста, в тех местах, куда обычно отправляете свои послания на предмет эфира. Итак, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! На всех диапазонах я искал твои следы. И 102 и 3, 106 и 7, на всех волнах задерживал дыхание. Голос твой теперь чужой, мне остался всем. И в новостях я не узнаю, что сегодня снег растаял. До свидания, мая-мая. 25 минут я за тобой не успеваю, за тобой не успеваю я. На земле лежим с тобой, накрытой радиоволной, но ты, сатан, уже холодна. Два рассвета в область сердца проникают в мегагерцы. Мне до сна, мне не до сна, и в новостях я не узнаю, Что сегодня снег растаял. До свидания, мая-мая. 25 минут я за тобой не успеваю, за тобой не успеваю я. В новостях я не узнаю, Кто сегодня снег растаял. До свидания, мая-мая. 25 минут я за тобой не успеваю, за тобой не успеваю я. Ну, вот, собственно, и случилась музыкальная заявка группа «Акул». На прогулки здесь сегодня эти молодые люди наверняка составят вам сегодня хорошую компанию, если вы будете с нами до самого конца эфира. Артём Кеваркянц, вокал, гитара. Привет всем. Максим Иванов, бас. Здравствуйте. Александр Юрлов, гитара. Привет. Ну, и человек с собственным микрофоном, это барабанщик Равиль Абасов. Всем привет. Вот эта команда называется «Акулы на прогулке». И сегодня два часа мы с ними, и вы, надеюсь, с нами, будем получать абсолютное удовольствие. Как называлась первая песня? Первая песня называлась «Два разряда». С чем спорить сложно, потому что песня из ротации. Эту песню вы должны знать, потому что крутится она на своём радио весьма и весьма часто. И очень надеюсь на то, что всякий раз заставляет вас радостно улыбаться, потому что группа весёлая, если не сказать, зажигательная, группа саркастичная, с хорошими, глубокими, яркими и расхлёсткими текстами, что тоже важно. Если я правильно помню, сама по себе группа образовала в шестом году. Да, да. Ну, это вот Макс расскажет. Давай, Макс, рассказывай. Родоначальник. Да, ну, не то чтобы я родоначальник, потому что некоторые считают по-другому, да, один из. Вот, Александр, это гитарист и Равиль, играли в другой группе, вот. Потом как-то что-то там у них застопорилось, и тут подвернулся внезапно я, и решили сделать свою панк-команду на тот момент. А сейчас что? А сейчас? А это панк, что ли? Не, ну, я не знаю. Каждый же определяет по-своему. Это журналисты какие-то шевроны вешают? Вот, в том числе и проблема. Поэтому я спрашиваю, вы себя-то как, сами позиционируете? Да, мы сейчас себя, вот тоже сложно как позиционировать, потому что мы как-то, вот, если назвать инди, как-то мы уже упустили свой этот шелон, просто рок, да? Ты сейчас тоже не отмолчиваешься. В общем, не пойми, чего играете. Да, не пойми, чего, вот именно, не пойми, чего рок. Люблю такие группы, да. Люблю, как-то, не пойми, чего играю. И как-то вот всё это вот. А потом в седьмом году, то есть через год, пришёл Артём, и как-то вот всё понеслось уже более мелодично у нас, потому что как-то Тёма нас заставил, говорит, что вы играете, говорит, что вы играете. Да нет, отличный-то альбом был. Альбом отличный ещё был. Расскажи про альбом, да. Про альбом, да, писали, просто буквально собрались, через, поиграли месяц, записали через месяц, начали записываться, записали целый альбом, который сейчас страшно, наверное, слушать. Нет, записан замечательно, записан замечательно. Это классика вообще. Классика, да. Давайте я их не буду во первом. Ну, хорошо. Давай не будем окунать тебя в страшные воспоминания о прошлом. Тем более, когда команда говорит, ну, мы поначалу играли панк, а я уже давно перестал удивляться, потому что все группы молодые, когда начинают, они играют панк. Ну, это как-то так, отмазка такая. Ну, играть-то не умеем толком, поэтому мы играем панк. Мы и сейчас не умеем. Да, вот это ладно. Вот это вот ладно сейчас. Давай оправдываться будешь. За косяки предварительно оправдываешься, что ли? Конечно. Не надо. Не надо. Только косяк тебе можно. Акулы на прогулке. Я прошу сейчас внимания у аудитории, потому что расскажу, как с нами связываться, если вдруг вы подзабыли. 46-47 — это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47. Сначала пишите свои, делаете пробел, а потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Может быть, вопросы, эмоции, впечатления. Ну, в общем, все, что хотите. Группа ВКонтакте — это группа официальная, группа своего радио. Там анонс уже давно выложен. Фотография со всеми этими бравыми парнями на фоне прозрачного забора. Не знаю, в каком уголке они это фотографировали, где, но красиво, правда. Сама группа, название группы Окол на прогулке, как вы видите, выделено синим. Это значит, активная ссылка. Кликаете и оказываете у них в сообществе, что тоже бывает полезно. На сайте своего радио, своерадио.фм, сверху есть плеер, онлайн-аудио — это чтобы слушать, онлайн-видео — это с правой стороны плеера — это чтобы смотреть. Кликая на онлайн-видео, вы оказываетесь моментально на краудфайдинговой платформе Планета.ру, и там, собственно, вся картиночка из студии для вас. Милости просим. Что-то после вчерашнего эфира начал уменьшительно-наскательным пользоваться всякими разными словами. Так, переходим на новый формат. Да, там картинка, а под картинкой есть чат. В этом чате тоже можно отписываться. Понятное дело, что мы пытаемся вылавливать ваши сообщения отовсюду, если они интересны. Вот, например, Владислав Масликов это ВКонтакте пишет. Привет, свои живые, я сегодня с вами. С целью провести отличный вечер, получить заряд энергии на завтра, ну и, конечно, познакомиться с группой совершенно мне неизвестной. Но это дело поправимое. Всем приятного вечера, пишет Владислав. Вот видите, кому-то вы еще неизвестны. Ничего-ничего, мы сейчас сегодня как раз эти белые пятна и будем закрашивать. Откуда название, спрашиваете? А, кстати, любите вы отвечать на вопрос, откуда это название? Музыканты обычно не любят. Не вы любите? Да не то, что просто... Вы всегда с радостью отвечаете. Всегда с радостью. Ну, отвечай тогда. Только с радостью. С радостью отвечаешь. Давай-давай. Многие музыканты, в принципе, может быть, не любят, потому что у них более скучные названия. Хотя, как кто-то... Кстати, я у вас читал там в группе ВКонтакте, что у ребят уже закончились названия. То есть уже... Да-да, поэтому придумывают бы узнать, что. Да-да-да. Нет, акулы на прогулке все было просто. Когда вот в 2006 году мы собрались, как-то вот были популярны... Ну, не то, что популярны, сейчас популярны группы. Дистемпер, тараканы. Вот. У них у всех был какой-то маскот. То есть у Дистемпера собачка. У тараканов там как раз в тот момент появился таракан, которого никогда не было и прочее. Мы подумали, чем мы хуже? Давайте акулы на прогулке сделаем. То есть, ну, акулы. Ну, акулы просто... Группа акулы, назваться скучно. Думаю, давайте что-нибудь придумаем. Там и акулы в кармане были, что только. Там акулы на прогулке. А как-то потом понеслось, а менять уже поздно, к сожалению, наверное. Поздно? А? Поздно. Ну, то есть уже всероссийская известность... Да-да, уже просто не скажут. Ребят, у вас такое имя, говорят уже. Вас же никто не узнает под новым названием. Конечно. Поэтому поздно. Конечно, поздно. Давайте петь. Давайте. Что это будет дальше? Артём, может, ты что-нибудь скажешь? Да, я скажу. Следующая песня называется «Грета». Спасибо, Артём. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня акулы на прогулке. Поехали. Была летка, фон Штраус, Грета, пятнадцать. Будет летом, Виндетта, ждёт её врагам. Его песня. С беда позаботься, Грета не проснётся. Он с утра. И рвётся его нежность по губам. И ты теперь не скроешь раны. Он теперь не строит планы. Рвётся огнем, а тело пополам. И ты теперь довольна, Грета. Ты теперь довольна, Грета. Ощутила Грета близость. Его тело не хотела убивать. Безнадёжно это понимала. Грета без одежды, лёжа на полу. И рвётся его нежность по губам. И ты теперь не скроешь раны. Он теперь не строит планы. Рвётся его тело пополам. И ты теперь довольна, Грета. Ты теперь довольна, Грета. И рвётся его, рвётся его, Рвётся его нежность по губам. И ты теперь не скроешь раны. Он теперь не строит планы. Рвётся огнем, а тело пополам. И ты теперь довольна, Грета. Ты теперь довольна, Грета. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Круто, взнуздано, хорошо начали. Мне нравится. Аколы на прогулке сегодня здесь. Те, кто не знаком с коллективом, знакомьтесь непременно. Я полагаю, что пройти мимо дальше вы уже просто не сможете. Вот что интересно. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что... Ну, надо напомнить, ещё есть такая группа «Завтракусто», которые побывали уже в нашем эфире. Имею в виду программу «Живые». Само собой, естественно. Это половина коллектива «Аколы на прогулке». Поют совершенно другую музыку, играют и поют совершенно другие песни. Но вот в этой связи как раз у меня и вопрос. Очень многие из тех, кто слушает своё радио и программу «Живые», изначально подметили вас как раз-таки в составе, вот в коллективе «Завтракусто». И дальше вдруг перепрыгнули, уже стали интересоваться, перепрыгнули на «Аколы на прогулке». И вот так и пишут даже, что заметили по «Завтраку кусто», а потом стали слушать «Аколы на прогулке». Но «Аколы на прогулке»-то поболее лет будет, чем «Завтраку кусто». Как так получается? Ну-ка, объясните мне. А просто сначала получилось так, что позвали сначала «Кусто», а потом «Акул». Нет, подожди секундочку. Ты подожди. Это специальный маркетинговый ход такой просто. А, вот, да-да-да, я забыл. То есть ты слова забываешь, если ты понимаешь. Если что, умные слова, у Тёма спрашивать нужно, я понял. Я понял. Если что, такие глупые вопросы тебе задавайте. Да-да-да. А серьёзные... Понял. Распределились. В любом случае, как мне кажется, то, что вы делаете либо в том составе, либо в этом, это одинаково, на мой взгляд, ценно, одинаково вкусно, одинаково интересно. Гитару смотрим. Надо об этом, наверное, поговорить. Нет, вот много сразу тем в голове. Давай начнём, пожалуй, вот с чего. С того, о чём мы говорили там, до того, как начали эфир. Если я правильно понимаю, вас подметил в каком-то смысле и стал более-менее описывать вашу жизнь. Никто-нибудь Евгений Маргулиц. Да. Один из первых. Расскажи, как это было, это любопытно. Вот, на одном сайте музыкальном, вот, сейчас уже менее популярном, вот, я не знаю, как там. Такой тебе сладкий голос, мы, конечно. А, ладно, на Майспейсе. Замечательно. Вот, постучался к нам Евгений Маргулиц. Нормально звучит. Ну, да. К нам постучался, да. Группа завтраку 100, постучался Евгений Маргулиц. Можно к вам, ребята? Да, ребята. Вот. И как-то говорит то, что через немного как-то добавился, замечательно, всё порадовались. А через некоторое время приходит от какого-то человека то, что, здравствуйте, Евгений Маргулиц хочет написать о вас статью, точнее, колонку в своей, в своей колонке хочет про вас написать в журнал «Чемодан СВ», как-то назывался, который распространялся там в поездах и прочем. Вот. Там достаточно смешная статья получилась, потому что он там, мы как-то у нас тогда, мы ещё от панк-рока совсем не отошли, и когда мы написали, что мы играем рок-н-ролл, вот. Он очень поэтому прошёлся, что, ну, ребятки играют рок-н-ролл, говорит, там, уже всё молодые, да. О нас старик как-то уже не думают и прочее, как-то вот к этому всё как-то подходило. Но в любом случае как-то вот первый человек, который его из таких прям ух, что он нас заметил, и очень было приятно нам. Ну, а сейчас-то он вас следит за вами, видит? Я думаю, да, конечно. Даже вот не нам, вот какой-то неотвеченный был, я думаю, он, скорее всего, звонил. Конечно, я уверен, что именно так и должно быть. Теперь момент вот какой-то же важный. Эту гитару я вижу впервые, поэтому хотелось бы о ней тоже немножко потолковать. Бас-гитара с шестиструнами выглядит абсолютно как обычный инструмент, как гитара. Расскажи, пожалуйста, об этом чуде техники. Что это такое? Это чудо техники мне привёз Тёмочка из Америки. Это баритон-бас, который выпускался в 60-х годах. На нём играли в то время, ну, не именно мой, на нём играли Битлз, Дэй Ху, прочие, из более новых Кьюр. На шестиструнном, такой сказать? Да, на шестиструнном басу играли. Ну, как это? Что-то между басом и гитарой. Что-то я не помню у битлов шестиструнного баса. Ну, в некоторых песнях, не во всех, конечно, нет. Скажем так, я читал это в Википедии, поэтому... А, ну, тогда пишите вы тоже. Что-то, я вообще ни одной фотографии не помню, чтобы бас был шестиструнным. Да, я согласен, тоже не видел, да. Ну, вообще, гитары 60-х годов, в прошлом или позапрошлом году начали перевыпуск, и вот он мне купил, очень вовремя успел до кризиса, купил её намного дешевле, чем она сейчас стоит. Ну, у него строй обычный, басовый? Ну, да, гитарный, басовый, то есть вот сейчас вот здесь слышно. И при этом шестьструн, и можно играть аккорды. Да? Ты там поверни ручки, смотри, чтобы она прям как гитара стала. Да, вот, то есть гитара там у кого-нибудь. И вот, видите, стал... Пошёл шансон. Да? Да, я понял, для чего эта гитара нужна. Чтобы нормально играть блатную музыку. А то. А тут приходится в акулах рубать, ты понимаешь? Так, ну что, давайте печь, что ли, будем? Как-то затянули мы паузу. А теперь, как только Равиль снимет наушники, буду требовать, чтобы вы играли дальше. Чтобы, не дай бог, не останавливались. Готовы? Что будет дальше-то? Да, следующая песня называется «Негативы». Как всегда, живой звук в программе. Здесь сегодня акула на прогулке. Погнали. Сети и капканы расставляют тебя рано Или поздно я поймаю Все уловки твои знаю На пределе Твои чувства На пределе Проявляла всё внимание Усыпляла ты словами В красной ванной негативы С негативным содержанием Скандалы Завтра в прессе В интернете Отсосала Кровь из раны Как змея Кусала Извела нас пошло Утром рано Но меня ты больше не оставлял Плёнку проявляла фотоснимки Как улики Удаляю твои крики Меня услышат Я срываю С тебя платье Я срываюсь С меня Хватит Отсосала Кровь из раны Как змея Кусала Извела нас пошло Утром рано Но меня ты больше не оставляла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отсосала Кровь из раны Как змея Кусала Извела нас пошло Утром рано Но меня ты больше не оставляла Но меня ты больше не оставляла Ядовитая немножко песня Ну, чуть-чуть ядовитая песня Но справедливая зачастую Кстати, вопрос к справедливости Ты любишь справедливость, я так понимаю? Я очень Да, и поэтому все тексты честные, прямые, конкретные Ну, наверное, я очень справедлив Но стараюсь быть справедливым А в чём тогда проявление справедливости? Расскажи, пожалуйста Конкретно в этой песне? Вообще, в принципе А Ну, какой сложный вопрос Сложный вопрос? Да Почему сложный? Ну, что такое справедливость, по-твоему? Я же не знаю, что такое любовь Это мы сейчас вообще на два часа будем философствовать Ни один философ толком не ответил на этот вопрос до конца Для всех своё Ну, справедливость Ну, это какие-то честные поступки, в основном Так Ну, как бы, в основном это честность Честность С собой или с другими? С собой и с другими Прежде всего, ну, как можно быть с собой нечестным А с другим нечестным? Да, можно, на самом деле, выкрыться Сказать, справедливость — это любовь А вот тему любви мы трогать не будем Потому что ни один философ Ну, почему же любовь — это справедливость? И не ответил Я понял, хитёр Хитёр, молодец Да, тебе в дипломатии нужно Ты так это покруче там будешь Некоторых разных дипломатов Непрофессиональных Но если касаться, допустим, темы справедливости Потому что все тексты И все песни Если уж они спеты, да, так искренне Они, ну, не все, но очень многие Говорят об отношениях И в каждой из песен Есть какой-то такой маленький крючочек За который, зацепившись, если То можно выйти на реальную историю Как мне кажется Вот поэтому я и спрашиваю Потому что в текстах акул На прогулке очень часто сквозит Ну, такая лёгкая ядовитость Что-ли, сарказм Причём конкретный сарказм Ну, есть такой, да Да, отсосала кровь из моей раны И так далее Вот В этом же есть наверняка Определённая установка Как мне кажется Ну, да, какая есть Ну, наверное Объясни, что за установка Я не понимаю смеха в студии Что такое? У нас серьёзный разговор здесь Серьёзная программа Что за ржач стоит здесь? Ну, вы знаете Просто тут Макс поможет Да, я помогу Артём уже Бедный покраснёл Что-то Не, ну, знаете как Вот лето — это маленькая жизнь А у нас песня — это маленькая жизнь И мы придумываем Хочется, чтобы Интереснее слушать Когда просто получается Что каждая песня — это история Что-то Иногда даже приходится Выжимать из себя Какие-то чувства То есть чувства ненависти Чувства там Справедливости Чувства Ну, справедливости — это, конечно, тоже не громко сказано Не то, чтобы выжимать Почему? Это она заложена Да нет, почему? Я же выжимаю Выжимаю Ну да, ты такой добрый Тебе приходится выжимать Да? Сейчас сарказм был, наверное Я не понял просто Так Ну и в итоге И в итоге каждая песня Это честная история Честная история Да что ты? Вопрос забыл? Смотри, какая короткая Короткая память Да бог с ним с вопросом На самом деле главное Как вы выкручиваться пытаетесь Меня это всегда весело Забавляет, как они пытаются уйти от конкретного ответа И в этом есть какая-то, мне кажется, забавная штука Надо бы еще об одной гитаре поговорить Я такого ядовитого цвета на гитарах еще пока не видел Поэтому вы к нему спиной Да, да Я понимаю Саш, почему такой цвет? Ну, не знаю Просто как-то гитару Вообще я купил эту очень дешевую китайскую подделку на Fender И решил ее немножечко доделать Ну, поставил все внутренности нормальные Все экранизировал Теперь не фонит, не шумит Все, звук нормальный Вот И решил покрасить ее тоже так Чтобы было как-то Ты сам ее красил в этот цвет? Да Было, чтобы что-то такое интересное И не как у всех, да Вот Ну и покрасил в такой вот как-то Увидел в магазине А как называется этот цвет? Скажи мне Чтобы мне больше никогда не пришлось Не знаю Желтый какой-то Если покупать банку с краской Чтобы этого цвета я не покупал Едмельный и желтый Есть одно сравнение Но мне нельзя произносить слух Почему? А ты обыграй Мягко обыграй Я даже не представляю Нет, ну я лучше не буду А еще у Сани, кстати Если ты одет в компонусе, он темней Да? Нет Это совершенно нереальный цвет Вырви глаз называется цвет Ну, то есть все внимание Специально, чтобы внимание было Все внимание на сцене к тебе, судя по всему А потому что не смотреть на эту гитару Ну, просто невозможно Глаз так и падает на эту историю Хочется надеть очки, солнце защипываешь Ну да, а у Сани есть еще такого цвета футболка И он раньше любил одевать такую футболку Абсолютно нет Сливаться с гитарой Ну да То есть это твой любимый цвет? Один из любимых Нет, ну просто Не знаю, как так получилось случайно Слабо богу А нам говорил, что один из любимых Вот Где ты честный? Здесь или с ними? Я сам не знаю где А колон на прогулке Еще раз напомню Сегодня здесь 46-47 Это короткий номер для смс к ваших Пишите сначала свои, пробел А потом уже все, что хотели бы Вот, например, смс-ка такая Привет, акулам Когда будет ваш следующий концерт Ваша поклонница Маргоша Ой Привет, Маргоша Привет, Маргоша Давайте о концертах расскажем, правда Да, у нас пока Мы, кстати, хотели сегодня рассказать Про концерты, который у нас намечается Но наши друзья Рикевик Должны были выступать в этом клубе Там какие-то проблемы возникли у них с аппаратом Поэтому мы даже не знаем Будет у нас, не будет Мы пока, конечно, проанонсируем Что 5 апреля Как называется клуб? Это вот надо у кого-то спрашивать Мастер Маргарита Мастер Маргарита Нет, не Мастер Маргарита, да Он новый достаточно клуб Должны были выступать мультфильмы Они не выступали Должны были выступать Рикевик Они не выступали Теперь даже будут выступать На прогулке, но вероятно Поэтому ждите, как всегда, новости Но, да ладно, на самом деле, надеюсь, все будет нормально На самом деле, есть такая фишка То, что просто они не выступали Потому что там не было какого-то комбаря А мы обычно в таких случаях Да ладно, и типа играем из одного двоем Да, из одного двоем В прошлый раз мы, например, из одного комбаря Играли вдвоем сами Да, мы рассказывали, как от Кустова Когда у нас выключился звук Мы играли на улице То есть у нас, в принципе, такие сложности не останавливают Мы можем и так выйти, знаете, безключённых гитар Или так выйти Как на прогулке, правильно? Ну, в принципе, вам можно У вас и название само по себе говорит о многом Так что вам простят, если что Мы ещё только твою, Тём, гитару не обсудили Что у тебя? А у меня гибсон Ты обычный? Мелоди Мейкер Ну, тоже необычный, надо заметить, какой-то гибсон Да, а его сняли с производства недавно А, понятно А на таком же играет кто? Кто? Дэмон Алберн Дэмон Алберн? Ах, твой-то Сказал Георгенс Кто играет на моём? Гибсоне, пока я отдыхаю Когда ты спишь, да, играю Я Кит Ричардса видел Кит Ричардса Я тебе уже говорил на одной фотке Даже такого же цвета была гитаря Оттуда и царапина, кстати С самими перстнями какие-то там нафигачил Ладно, дайте петь Значит, песня называется «Обойма» Как же когда живой звук в программе? Живые? А здесь сегодня акулы на прогулке Погнали Ты говоришь, я слишком молода Для тебя молчишь и куришь окна А я натягиваю струны И твои паршивые привычки по ночам мешают Спасы не спасают Ами трептилины Я схожу с ума Меня преследуют ночью В батареи у камин По сонам трактуарам в кино В 13.48 я приду за тобой И выпущу обоимом твою пустую голову Разбусит твой аквариум При стела засыпает рана В твоей квартире на полу следы Вчерашней ночи ты была раздета Крупным планом твое тело А на всех телеканалах В сводках новостей Криминалисты разбирают По тропотам И я схожу с ума Меня преследуют ночью В батареи у камин По сонам трактуарам в кино В 13.48 я приду за тобой И выпущу обоимом твою пустую голову Разбусит твой аквариум При стела засыпает рана И выпущу обоимом твою пустую голову Разбусит твой аквариум При стела засыпает рана Тут дизайнер Один нам хорошо знакомый Пишет, цвет называется Электрик лайм краёла Если интернет не берёт Сам впервые такое слышу Пишет Анатолий Михайлов А вот я тоже ждал такого финала Но оказалось немножко иначе Развесёлая музыка Но тут народ вот так откликается О том, что вы делаете Вот смотрел нормальную трансляцию И теперь на эту гитару Ядерного цвета залип Я же говорю Что невозможно оторваться От этого пятна Ярко-ярко Электрик лайм краёлового Теперь я знаю, как этот цвет Называется на самом деле Это специально так Чтобы люди увидели И сразу всё залип И полюби до конца И до конца И только и запомнят цветом Нашим гитарой Кто пишет тексты Кто пишет музыку Давай признавайтесь Ну, по большей части Конечно Вот мы как-то с Максом Но вот Саня участвовал В нескольких Во многих тоже Да я бы даже сказал По кровине, наверное, да? А то и больше Да И даже я сказал бы Даже иногда Очень интересно Так получилось, что вроде как Большинство вроде песни Написали мы с Артёмом Но Александр сказал Вот одно слово И повернул песню Абсолютно другой смысл И великолепно Поэтому как бы это Вот Но там Такая ситуация Что почему Мы сейчас вот Равиль что-то загрустил Не, просто Вот Самый вот Основный наш Я не кручу На самом деле Все окей Я просто вас слушаю Нормально Впервые вас внимательно Слушают Вот Просто Равиль у нас Когда служил в армии Мы большинство песен Написали без него Вот И как-то пошло Вот такое Все И большинство этих песен Все так же играем Хотя прошло уже много лет То есть вы ждали его из армии? Да Год играли без барабанщика Акустические концерты Скажи, пожалуйста Я тебе личный вопрос Хочу задать А когда ты уходил в армию Девушка у тебя была? У меня была жена беременная То есть дождалась Ну да Кайф Я просто, знаешь, как часто бывает Девушка не дождалась А пацаны-то дождались Вот так На самом деле Как бы все было хорошо Все хорошо Ну, мне кажется Я настолько интеллигентного Как ваш барабанщик У него не может быть плохо Я же даже по лицу вижу Он интеллигентный А разве нет? Да, интеллигентный Я стараюсь, да Ну, как минимум старается И то хорошо С этим ясно Я так понимаю Что надо почитать бы еще кое-что Потому что народ пишет СМСки на 46-47 Какие напитки предпочитают Участники группы? Спрашивает Энди Виски Кто в Энди? Фамилия какая? Понятия не имею Я не все по-разному Я люблю виски А у нас день рождения, что ли? А у нас день рождения? Может быть человек хочет вам на концерт Завалиться с тем, что вы любите А, ой, виски любите Так вот, говори Поэтому открыто, как есть Артем, что любишь? Стойте, подождите Я не договорил Виски 12-летний Чивос Желательно, да? Почему же? Оберло? Оберло Саша, что ты любишь? Скажи, пожалуйста Я больше пиво, а джин Пиво и джин? А лучше все вместе Нет, пиво, джин Понятно Одно Тема не пьет, я понял Ну, почти правда Аравиль, наверное, какие-нибудь напитки Ну, я люблю виски, турецкие раки, например Вот я же сказал, что это самый интеллигентный человек у вас Что турецкий? Раки, раки Вот я даже не знаю, что это такое Никто не знает Ну, раки, я понимаю Ну, как бы это Коконисовая водка Ее необходимо разбавлять с водой Как бы очень вкусно Похоже на вкус детства А почему ты там не привозил? А почему ты все время водяру глушишь Когда мы привезли? Ты можешь немножко ближе к микрофону? Я тебе хочу вопрос еще один интимный задать На вкус детства, ты говоришь Да То есть водка, это у тебя напиток детства Ерши он Я обожаю ерши У детства было какое-то лекарство Похоже там То ли на пертусил То ли еще Что он говорит Реально вот это Раку Похоже на это Я думаю, что у меня Слушай, а дорого стоит это раку? Ну, я его покупал Что-то в Турции Там тысячи за полторы За дверь где-то Я думаю, одна бутылка Чего? Рублей Не, ну там как бы я покупал Пиктусин стоит По-моему, 22 копейки Если на что-то Нафига тебе тратить Такие деньги? Ну, захотелось Намеси себе пиктусин А на самом деле Мы еще же любим Абсент настоящего Нам Чех привозил Абсент Паша Чех Известный В Чехии Слушай Известный в Чехии Не, кстати Почему? В России А теперь он известный Наверное в Тае Вот он туда уехал От нас Записал наш альбом И уехал, кстати Да, вот мы успели Ладно, с напитками Понятно Если что На концерт забегут к вам Как раз Представляешь, ты приезжаешь А там турецкий ракыл И люди Просто Я думаю, что у тебя будет Самый праздничный день Праздничный концерт Еще одну смочку прочитаю Потом споете, ладно? Да, да Обычно такая музыка Это не мое Слишком легкомысленно Но на концертах Акул Я бы не заскучал Зажигательно За это благодарю Глеб Калявин Петрозаводск Спасибо, Глеб Вот удивительная Тоже черта есть Университет Качество музыки Так скажем Можно не любить Какой-то там Жанр определенный Да Но когда толпа Когда концерт Когда сцена Когда пиво Ракыл Виски Джин И все подряд Остальное Там уже в крови То в общем Любое зажигательное Музло Вызывает радость На лицах И бодрость В ногах Правильно? Правильно В общем Вы группа для тех людей Которые в принципе Готовы танцевать Как я понимаю Но я надеюсь На то, что вы себя Так и позиционируете Да Следующий будет Очень танцевальный Как называется? Бутлегеры Как раз и про алкоголь И про танцы Все собрали Как же я вовремя Спросил-то про напитки Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Акул на прогулке Поехали Субтитры сделал DimaTorzok За спиной банды По трубам Бутлегеры Все пойманы Придю рискуй Забирай свой куш За спиной десятки Мертвых душ Сделаны большие ставки Ставок больше нет Под контролем продажи Наводишь страх На местных граждан Фрейди Ноги улов Мичиганин Все свидетели Молчат Вроде вставляй последний патрон Не подойдет тебе Смит Смит Бесс Без упречия Придю давай Заметай следы Дни в Чикаго Твои сочтены Завтра Ужен В Ухуане Под контролем продажи Наводишь страх На местных граждан Фрейди Вновь улов Мичиганин Все свидетели Молчат Под контролем продажи Наводишь страх На местных граждан Фрейди Вновь улов Мичиганин Все свидетели Молчат Это что было за танец Такой странный Кстати, давайте-ка еще раз Напомним о концертах ближайших Это было бы важно Вроде как 5 апреля Так Вот и мне нравится Я думал они вспомнят уже окончательно Опять вроде как Опять может быть Опять вдруг Мы просто писали альбом И не играли концерты Целый год весь 14-й практически Там буквально было пару вылазок Там три, да Один там на одном фестивале Другой в парке Горького И где-то еще Вот И о нас все забыли благополучно Поэтому сейчас заново приходится Собираться Потому что у нас Как вот Мы по-моему рассказывали Или нет У нас правило То что мы играем Обычно В пределах Садового кольца Пятница, суббота И как у нас И бесплатный концерт У нас три Всегда требования Пока Вот Но теперь у нас пока Уже За пределы Садового кольца Мы вылетели А как же мы в 16 тонн играли Это же за пределами Чего? Ну там рядом Садовое Про Садовое кольцо Ну да Ну чуть-чуть И платный был Да Еще скажи Да И был он в понедельник У вас был платный концерт? Нет 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 Ни в коем случае У нас все бесплатные Ну не все Большинство у нас Мы стараемся То есть я не понимаю Вы платите за концерт Нам не платят И на наши концерты Вход бесплатный Всегда? Ну в 80% случаев А почему так? Ну мы просто пытаемся От души сделать Для наших похлонников Чтоб никто не платил деньги А нам типа деньги не нужны У нас и похлонников Так все богаты Тихонечку То есть те кто берут Деньги за концерты Это люди которые делают Не от души Не-не-не Почему? Ну ах Ты говоришь Мы пытаемся делать от души А это мы бесплатно Ну непонятно Нет Просто дело в том Что у нас пока Не так много похлонников Мы их завлекаем Бесплатным билетом Пытаемся Купить Купить бесплатный билет Но тогда Тогда возникает Понятное дело Логический вопрос дальше Но я понимаю тебя С твоей китайской гитарой Которую ты превратил В нормальный инструмент Но тогда Твой бас Баритон Он ведь стоит денег Если у вас концерты Бесплатные Не, он не стоит То есть как не стоит Он совсем без В Америке он дешево стоит Я у Артем За сколько? 16 тысяч на наши Это в принципе Не такие деньги За инструменты Ну их все равно Надо на что-то Где-то заработать Макс ты говоришь Как богач Сейчас Артем Напрягся Для него 16 тысяч Не деньги Ты понимаешь? Нет, для меня это деньги Чем зарабатываете, братцы? Я курьер Я уже рассказывал Ну да, это понимаю Это когда кусты Так, давай Ну я работаю водителем Грузоперевозками Занимаюсь Чего возишь? Грузы всякие Какие загрузят Ну в основном Как бы Мебель Стройматериалы То есть грузовичок у тебя Да Газель Так и есть Своя газель Да Да, скромно потупив глазки Сказал он Да То есть свой бизнес Говори прямо Ну Назовем это так Маленький, но бизнес Маленький Совсем маленький Ну ничего Зато свой Зато свой Скоро появится вторая газель Вот будет бизнес расширяться Правильно? Любой же бизнес требует расширения Равиль Я работаю на благо Нашего отечественного футбола Я работаю в футболе национальной лиге В информационном департаменте Я говорю, интеллигентный человек Самый из вас интеллигентный Еще информационный департамент ФНЛовский, да? Да То есть ты пресс-релиза делаешь Ну не совсем пресс-релиза То есть нас водили три человека Вот, ну конкретно Я там занимаюсь Там онлайн-трансляциями Видеонарезками Всякими интервью снимаю Что-то Анжи в этом году Даже в ФНЛ играет плохо Да, ну ладно, что Они сейчас на первом месте Вот крылышки, к сожалению Все равно плохо Так крылышки-то их и сделали По-моему, недавно Да нет, кстати А, ну крылья Они как бы выиграли 1-0 Но фанаты Анжи Они были как бы очень недовольны И даже я был недоволен Ну как же Ну потому что Анжи Команда, которая для меня Например, была неожиданностью Вы не переживайте Анжи выйдут А вот крылья, на самом деле Как бы это очень спорный вопрос Потому что крылья сейчас идут на четвертом месте Тебя за это не уволят, Равиш Рассекречиваешь Свою тему поймали Клево, спасибо, умница А я ему как раз из Спортэкспресса ввожу документы Вот так И ему идут практически Вот такие замечательные ребятки Привет, моя любимая моя песня У вас это «Бабочки» А какую песню вашего репертуара Каждый из вас больше всего любит? Спрашивает кто-то без подписи на смс-портале 46, 47 Чего? Какую песню любит каждый из вас? Из нас? Ну да, свою собственно Мы, кстати, перед эфиром чуть ли не подрались Собирая трек-лист из наших любимых песен Потому что каждый хотел одну, то другую отстоять Ну Кто отстоял больше, скажем Артём, конечно Чует А чует я, чует Он грозился нас побить Да, только мою любимую не играем Не играем, твою любимую Почему же? Потому что мы играем твои другие три любимые Нет То есть вообще ни одной твоей любимой песни вы сегодня не поймете? Нет, ну таких средней любимости Средней любимости А твоя самая любимая какая, скажи? Ну как раз вот «Бабочки» Тебе просили Так давайте сыграйте «Бабочек» Не расстраивайся, пожалуйста Сейчас Каверкенск так расстроился Я смотрю в его глаза И почему же заплачет вам Давайте спойте «Бабочек» тогда, раз это твои любимые Я разрешаю Для того, что мы не сможем Почему? 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 Знай, что его ждёт А в чём проблема-то, я не понял Да никаких проблем Да, Артём Меня накажут потом Кто? За что? Кто посмеет тебя наказать? Да нет, конечно, мы его не накажем Вместо таблеток, Артём Можешь сыграть Макс как отрезал вообще А почему «Бабочка» тебе не нравится? Мне нравится, я её написал вообще Ну А у него это любимая песня А народ требует именно этой песни Вот это и странно, понимаете Ну короче, как хотите Чё хотите, то и пойте Давайте уже пора Ну что сейчас? Тулуза Тулуза Тулуза? Очень тоже популярна Все за Тулу Окей, как всегда Живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня акул на прогулке Погнали Тулу За Сорок посланий тебе Возвращайся назад Я уже дошёл до точки Паспорт, контроль Тулуза, Москва Не хочу тебя я больше Я не хотел эту каплю превращать в океан Скотч, дизельфри, этот рейс Оставил меня В мокром пальто я иду до метро Я иду до метро И опять тюрьму тебе Сука Сука, заткнись Это предел Я уже дошёл До точки Паспорт, контроль Тулуза, Москва Не хочу тебя я больше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Сука, заткнись Это предел Сука, заткнись Это предел Опять всё честно Опять всё конкретно Прямо Не в бровь, а Чуть ниже То есть глаз Аня Петрова что пишет? Вау! Пишет Аня Петрова Какие крутые ребята Пишет Аня Петрова Первый раз слышу Я бы обиделся на вашем месте Музыка зажигательная Голос у столиста волшебный Хочу на концерт приезжать В Питер Соскучилась по такой музыке Спасибо большое За то, что настроение подняли Вы как-то бываете Вообще в Питере? Ну вот мы были С Акулами Разок Тоже разок Так То есть для вас Питер город пока Еще тоже не объезжен Ну да, но мы приехали Там нас было 20 человек Из Москвы И было больше наших Которые с нами приехали Чем было тогда в клубе Мы были из Москвы И Липецкие ребята А, Липецкие ребята Еще были Но не на нас Че, так вы же на разборки В Питер ездили Практически, да Что у вас было 20 человек из Москвы И Липецкие там Что вы делали там тогда? Там, кстати, были разборки Кое-какие Ну мы инструменты забыли Ален Мален пишет Как-то не идет Ребятам ругаться Слишком они мягкие Уютные А кто ругается? Это же не рогань Это же так себе Подождите Вы еще не видели Как они могут ругаться Нет Совсем мы нет Кстати, а вы между собой Вообще ругаетесь? Да Да ладно Я же пошутить хотел Никаких шуток Что, серьезно? Ссор А с чего вдруг Какие могут быть причины Для ссора Это у вас Между собой Все такие Мягкие Как мне кажется Интеллигентные парни Ну мы просто уже У нас контракт Поэтому мы обязаны Не, ну мы все-таки Семь лет вместе И я как не знаю За такое время Всякие разные бывают Вот можно я твою водичку попью Ты сейчас не будешь Ничего говорить Вот видите Вот что происходит Он убрал Все, это повод для ссоры Я так понимаю Да Понятно Не, ну семь лет Конечно Мы сильно не ссорились Ни разу не дрались Например Да еще не хватало нам Подожди Все впереди еще Сейчас вот Если есть желание Можем устроить Такую перформанс Для рейтинга программы Почему? Поделитесь ради рейтинга программы Ради нас, пожалуйста Я шучу, конечно Но вообще В принципе Что может вызвать Ну если не ссору То по крайней мере Хотя бы выход На какие-то более повышенные тона Несогласие в тексте С текстом песни Несогласие с музыкальной партией Я не знаю Только Ну с музыкальной партией Только с музыкой у нас У нас помимо музыки Я не помню, ребят Что-нибудь У нас помимо музыки Никогда особо не было таких ссор Ну вот я и думаю Что если уж как-то пересекаться По футболу А может кто-то болеет За другой клуб Болеем Но кстати Не ссоримся Вот мы не будем говорить За какие клубы Почему же Не отбить болельщиков Чтобы То есть фанатов Которые болеют Скажут А черт Да я тебя умоляю У нас между прочим Нормальная аудитория Да нет На самом деле Нет Все просто Артем За кого болеешь Ну-ка Ну я за ЦСКА А я за Спартак А Равиль за Аланью А Саня за Ростов Кстати Это я честно За кого Ростов Правильно Нет Он за него играет Просто за Ростов Ну нет На самом деле В смысле Болеет Ну футбол Я не представляю Плейстейшн Ты имеешь Я в последнее время Скажу Я последние Сколько там Года три Я болел за Анжи И за Краснодар Почему Потому что Оба клуба В моем понимании Были экспериментальными Что Анжи Из них Что называется Из нуля Делали команду Которая поднялась Достаточно высоко Что Краснодар Команда Которая шесть лет И она с нуля Вот вообще Из ничего Вдруг вышла В первую дивизион Ну тогда Как он сейчас Называется НФЛ ФНЛ ФНЛ Да Потом Ближе к микрофону Там играл Краснодар Это был ПФЛ Вот Ну как бы Соответственно Потом в премьер-лигу Вышли Вот И сейчас премьер-лиги Идут на третьем месте На секундочку То есть Мне всегда было интересно Деньги делают Команду Или все-таки Талант тренера Водитель хороший Талант тренера Краснодара Вот поэтому Я смотрю сейчас И на тебя И на тебя На ваши ЦСКА Со Спартаком Есть команда Краснодар Бюджет Которая втруль меньше А то и в четверо меньше Суперклубовских бюджетов И смотрите Что они делают Вот где Нужен спец хороший Понимаете А все эти бабки Не ну ЦСКА Кстати не покупает Дорогих футболистов А у Краснодара Сейчас прям стиль Спартака Все говорят Чего Чего У Краснодара Сейчас все говорят Что скорее Краснодар выглядит Как Спартак Чем Спартак Вот в том и дело Краснодар 4.1 Спартак натянул Все Он теперь До конца эфира Будет переживать Ладно Братцы В любом случае Кто бы за кого не болел На самом деле Главное Чтобы здоровы были все Особенно родители Я знаете Что хотел попросить вас У нас до конца часа Осталось 5 минут Чуть меньше Значит еще одна песня И потом мы уйдем на паузу Не знаю Планировали ли криминального Петь сегодня или нет Но с точки зрения Аудитории Своего радио В том числе Это ваш главный хит Вот так получается Вот так получается Вы могли с этим Не согласиться Может быть Или спорить Но это главный хит На сегодняшний день Группа Акулная прогулка Что ты хочешь сказать Я хочу сказать Что они не хотели Его играть Я его отстоял Еле-еле И правильно сделал Я стучу И правильно сделал Сейчас те Кто говорит Что слышит группу В первый раз Очень может так статься Что услышав эту песню Тут же заявят Да конечно Песню то я знаю Просто не знал Что она имеет отношение К группе С названием Акулу на прогулке Прежде чем вы ее споете Я буквально Еще одно Где-то оно было Вот он Сообщение хотел зачитать Такое Забавное На вашем Прошлом концерте В Бурбоне Был просто Адский звук Собираетесь ли вы Придумать Меры наказания Для звукорежиссеров Злая акула Пишет Ну Если бы у нас Всегда Нам Попадались Такие вот Режиссеры Молодец Что вышел на тему Михаил Казаков Сегодня за пультом Звукорежиссера В программе Если всегда Живые Тогда не было бы Никаких проблем Видишь А мы не договаривались Все-таки Хороший я ведущий Умею точно подвести тему Давайте ваши криминально Закроем час На этом пойдем Отдохнем Передышимся Как всегда Живой звук В программе Живые Поехали Угощаешь чаем Проституток И с подростками Мешаешь Спирт Каждый день На моей квартире Мы с тобою На рапирах Коммунальные Проблемы Мы решаем Криминально Если ты меня Безвестность Друг Поставишь Не случайно Если ты Меня Захочешь Я Сброшу Все Свои Заботы Скоро Сменит Нас Суббота Если Потеряешь Ты Как только Потеряю Я Тебя Заменяешь Ссоры Алкоголем Мы с калином Разгоняешь Ночь Улетают Шок Опряды Больше Нам С тобою Рядом Нечего Ловить Перегорело Завтра Мы с тобой Проснемся Не в своих Постелях Просто Просто Не Закончилась Она Добивает Разрывает Окончательно Срывает Голос И Накапливает Зло И Очень Нежные Прозрачные Обещания Обещали Нам Завтра Мы с тобой Проснемся Не В своих Постелях Просто Просто Все Закончилось Завтра Все Закончилось Для нас Ну что Давайте продолжим Напомню О ком На прогулке Здесь Сегодня Уже Увы Полпрограмма Позади Как-то Время Как всегда Как-то Хорошо Летит Быстро Очень Неожиданно Но Пауза была Большая Перерывчик Был Такой Серьезный Давайте Наверное На этот час Прямо Начнем С песни Братцы Что это будет? Песня называется Таблетки Вот это Можно сказать Первая песня После того Как мы Отошли От панка Которая Самая старая Которая Из наших Которая Сейчас В обойме Находится В нашей Вот Грустно Ты как-то Ну хорошо Это значит Ваша самая Старая песня Из вашего Творчества Я так понимаю Как всегда Живой звук Программа Живой здесь Сегодня напоминаю О ком На прогулке Погнали Я проснулся От яркого дыма Ты готовила Завтрак с утра На столе Пустые банки От пива Жара Пригоревшая Яичница С сыром Не умела Ты готовить Никогда Уплиты Под кайфом Это так Мило Всегда Брось Твое Таблетки На пол Я Не буду Больше Слушать Твои стоны И на крыше Я оставлю Свои вещи Послезавтра Уедем на море Ты оставь На распашку Окно На неделю Мы ляжем С тобою На дно Виски С колой В прозрачном бокале Поднимали Мы градус Утро Ловишь 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 Ты приход А я Такой Пьяный Как Всегда Брось Свои Таблетки На пол Я Не буду Больше Слушать Твои Стоны И на крыше Я Оставлю Свои Вещи Ну вот Некий экскурс в прошлое Это вот одна Я так понимаю Одна из самых старых песен Вашего творчества Это когда вы От панка Стали переходить К более мелодичным Композициям Я так понимаю Верно я понимаю Да А кстати Что касается Этого перехода Давайте так Немножечко Опять таки Коснемся истории Ну Играли панк Потом вдруг Пришла мысль Что хватит Нужно куда-то В более Такую серьезную Мелодику Уходить Вот прям Сразу решили На месте И давай Это дело Пробовать Или как Или оно само собой Как-то сложилось Вот Как-то вышло Главное Более То есть сначала Что-то было Между панк-роком И Вот тем Что мы сейчас играем Роком Можно его просто назвать Сначала были Какие-то более Даже жесткие Какие-то песни Именно по звучанию Вот Тексты стали Более Для кого-то Наверное Содержательными Я не знаю Вот Вот эту песню Помнишь Как мы написали Мы написали Мы по-моему Забили на какую-то Пару в институте И пошли на лавке Пить пиво Далеко нас унесло С марксистской В Царицыно В Царицыно Сели Хорошо Забили Сели Ну я имею ввиду На уроке Сели Ничего не подумайте Бога ранен Ну сам сказал Забили на пару Ну да На пару чего Интересно Ладно Сейчас можно обыгрывать Очень долго Я не хочу Иначе поймут Превратно Вот какой-то вопрос Странный Задает Арина Инт Так зовется она Судя по всему Девушка Ребята А помните свой Самый короткий концерт Да Поделитесь впечатлениями Как я понимаю Это некая заготовка Кто такая Арина Инт Мы не знаем Кто такая Арина Инт Но я думаю Про эту историю Лучше всех расскажет Наш барабанщик Равиль Давай Равиль Рассказывай А в чем собственно А как он может Рассказывать Если он ничего Не знает Ничего не помнит На самом деле Это был Самый короткий концерт Мы отыграли Ну я не знаю Полторы песни Мы по-моему Не мы не сыграли Вообще ни одной песни Пол песни Это был День рождения Нашего друга Силкина Сергея Вот она В третьем Арбате Клубом назывался Третье ухо Да Третье ухо Вот и что-то Я там так Сильно напился Вот И в общем В итоге Как ты мог Нет, сначала Пока мы настраивались Равиль уснул Сначала Потом Нет, нет, нет Там сначала Было все Как У нас было Два концерта Вообще В один день Первый концерт Великолепно Отыграли Поехали в другой клуб Там уже более поздно Было И между делом Между концертами И мы где-то его потеряли И вот он потом нашелся Вышел на сцену И уже Да, я вообще был Просто не в адеквате Вот И мы Начали играть Одну песню Сбились Потом Стали играть Вторую Я его так уснул Короче И вот Ты уснул за барабелом Самый короткий Нет, да Пока мы настраивались Мы потом Разбудили И говорим Равиль вот эту песню Играем А он начал Другую играть Короче Мы как бы Пытались Вот Да, как бы И с тех пор Я перед концертами В принципе Не пью В принципе Ну, я не знаю Но я там могу Выпить там Ну, кружку пива Это безалкогольное Раз Не больше А сколько лет назад Это было Ну, это было давно Ну, там года Три назад Три назад Где-то, да Я вообще С трудом Представить Как барабанщик За барабанами уснул Это Это же Как надо было Понятно Больше не повторяешь Научены Горьким опытом Человек Который Задавал этот вопрос По всему знал Ну, а как Мне, наверное, в голову Не пришло спросить У музыкантов О самом коротком концерте Значит, это Арина Инт Это один из посетителей Этого То ли это Зритель Организация концерта Организация Ну, вам по этому поводу Ничего там не высказывали Нет Там дружеский концерт Был достаточно То есть все просто поржали Да Ну, и слава богу Что так Было бы хуже Если бы была Объявленная Объявленная Афишная история И так это Бах И Аббасов За барабанами уснул Это вообще круто Это было бы круто Ну, так Значит, надо Надо почитать Кое-что, что пишут Что-нибудь плохое давайте А я пытаюсь Ты же думаешь Что, я ищу Но пока не нахожу Ничего такого Не может быть Плохого Подожди Ну, если ты сознатель Сейчас я постараюсь Что-нибудь найти Подожди Хочешь плохого Про Максима особенно Если есть плохое Про Максима Лично Сейчас подожди Ищу Ищу Но пока не нахожу Вот, ты знаешь Пока не получается Я знал Плохого ничего Пока я не А давайте попросим Плохого Черт В общем, музыканты Акул на прогулке Хотят от вас Чего-нибудь Плохого 3D3 просили Ребята В каких городах Вы нас слушаете Там Понаписали А тут Что вы хотите Услышать Плохого у нас Ты смотри Обиделся Мы спрашиваем Мы спрашиваем Музыканты Акул на прогулки Что будет дальше Следующая песня Самая последняя Наша Называется Галатея Вот ее, кстати, просили Свежачок Ты хочешь сказать Свежачок Откуда же тогда народ О ней знает Ну как Свежачок Ну как всегда Слили в интернет Знаете До выхода Альбома Молодцы Ну лучше бы нам ее слили Мы бы ее в премьеру поставили Угу Есть радиостанция Которая ждет Ваших новых песен А вы, значит, в интернет Ее сливаете Понятно Ладно Что с вами делать Давайте Пойте уже Как всегда Живой звук Программа Живой Акула на прогулке Заряжай Истребляй себя Слизывай Капельки дына На полынь Положу тебя Ты моя Замедляемся Теряется В морфине Голодая Анимело Целовала Ее тело Орхидея Сделал Боле Спи Моя Ментальная И ментально я в тебя Подари мне свои шелка Ты была ночью так близка Дионис проникает дом И садом вокруг твоей постели Обнимала голодая и ласкала Ее раны, ее пальцы, ее шею Сделал больно Спимая миндальная И ментальная В тебя Ты у меня умирала в мехах А голодая смотрела на тебя Смотрела на тебя Смотрела на тебя Смотрела на тебя И все-таки вот мне интересно Кто ведет дела Группы Акулы на прогулке Ну в качестве менеджера или директора Кто вами занимается Ну вообще дела Ну несколько человек Наверное там Катя у нас сидит Катя сидит Вот она менеджер наш Ну в общем она много сделал для группы Я верю ей Для нашей раскрутки А кто песни присылал на радиостанцию Для ротации Мне кажется и я Ты присылал А то что ты Галатеву прислал Ты не помнишь Вот я помню Я как раз сказал Когда мы начинали петь Я как раз сказал что я присылал Просто никто не расслышал этого Не я честно сказал Во время песни Да Есть она Ну конечно же есть она В ротации Мне просто было любопытно Как вы вообще в принципе Знаете сам по себе формат Радиостанции Слушаете ли вы ее хоть иногда И слышите ли вы свои песни В ротации Ну хоть и изредка А? Я один раз на кусто попал Я включил радио И случайно попал на кусто И об этом хоть сказать Ну практически да Я где-то спустя минут 10-15 Да попал Эх вы Слушайте радиостанцию Которую для вас создали По сути дела Для того чтобы вас раскручивать Ну слушайте Знать будете тогда Что за группа И как вы звучите Ладно Поехали Давайте географию посмотрим Интересно? Да Так Начнем с буквы А Архангельск Закончим буквой Я Ярославль Думаю все А в Владивостоке нет Шучу шучу Я же корала Сальция Новгородская область Новомосковск Тульская область Ну Питер Это понятно Питер Москва Электросталь Московская область Нефтьюганск Вологда Щучья Это Курганская область Камрад Молдова Белореченск Краснодарский край Домодедово Зубцов Комсомольский Это Харьковская область Прага Алмата Поселок Новосельце Тамбовской области Эстония Город не указывают Просто Эстония Воронеж Вильнюс Барнаул Лондон Бобрикова Луганская область Балакова Ничего плохого Пишет Максим Васильев Воронеж Опять-таки Воронеж Балашов Саратовской области Значит Дальше Тут уже пошли Уже не города Ульяновск Скопен-Рязанский Вологда Ну Много в общем География широкая Можно еще почитать Я понимаю Что Канада В любом случае Всегда с нами Монреаль Всегда с нами Штаты Как всегда Ростов Енакиево Это Теперь ДНР Донецкая область Эрфурт Это город в Германии К примеру Краснодар Ну и так далее Широкая география Концерт вы сегодня Даете на Ну Новый Орлеан Например Екатерина Чернова Оттуда нам пишет И слушает Дай вам Бог здоровья Широкая география Широкая И я не помню На Кусто разве мы не задавали Тула просто Мы все Заслушались Чего это так Ну сегодня вы знаете Что география Широкая Теперь вот сообщение С СМС-портала Макс Ты очень Ты хотел плохого Ты очень плохой человек Фу Каким быть Хотим бабочек Слушаем из Москвы Ну вот Как есть Так и пишет Человек Ну что я могу сказать Ну что ж Ну тогда Такое дело Что два сообщения Про бабочки Можно сыграть бабочки А что все Музыканты Ставили инструменты Убирать Я не понял А что значит Они настолько Не выносят эту песню Что с ним Я же плохой Я ухожу То есть Когда Киорганз поет Они все выносить Этого не могут А Ты взял бубен в руки Понял Цыганчина сейчас пойдет Ясно Ну в общем Я думаю Что отказывать нельзя Раз уж так Действительно народ реагирует Давайте уж бабочек что ли Да Как всегда Живый звук В программе Живые Здесь сегодня Акулы на прогулке Поехали Ну давай Давай уж Начинаем Подстроимся Снова переходы По таблице элементов Снова мало света Отстала от планеты Где ты и во что одета Буду ждать ответа За покой послание И пришли в конвертах Линии по станции Бюро по информации Страхи и волнения Проблемы адаптации Сон одолевает Мрачными картинками Книги промолчали Про эту ситуацию Выведут прохожие у меня под кожей Музыка закончилась На Френке отморожеными пальцами Хватаю дым Я останусь молодым Вовремя Не жал на сейф Ну и черт бы с ним Что бабочки на теле Улетают И мне делать Что на мне останется Машина отправляется Задние сиденья Сердце не справляется Все, что мне осталось Идентификация Идентификация Все, что мне осталось Идентификация А теперь вопрос А где здесь бабочки? А, ну там были Спасибо за ответ Это как у Ивана Купала Песня «Стол» Про стол ни единого слова нет Но песня называется «Стол» А я все жду про бабочек Я думал, знаешь, как Внизу живота Как обычно у девочек Бабочки летают Там что-нибудь такое Намеки на какую-то Плотскую любовь И так далее Ну тоже хорошо Тут смотри Какое интересное сообщение Уж не знаю Как вы к нему отнесетесь Андрей Демян написал Привет своим Только включился Это было 6 минут тому назад Это что За реинкарнация нирваны? Чуть больше хрипоцы Я поверю В перерождение Курта Кобейна Класс Тебя еще никогда Никто так не обижал? Да нет Ну бывало Кем тебя Кем тебя еще называли? Да не Ну я просто частенько Повю песни нирваны И похожим голосом еще К тому же Да ладно Конечно А покажи Да? А покажи Не-не В тот нормальный микрофон Человеческий А ну давай А вот интересно А вот хорошо бы Сейчас он меняется в лице Немножко длиннее борода становится На глазах в студии Раз он сейчас перевоплощается И вырастает дробовик Че говоришь? И вырастает дробовик Ага Поехали Ну например Ну например давай Субтитры сделал DimaTorzok А теперь по-русски А теперь по-русски Вот то же самое А можно так План Из ЮАР Мне привез Мой знакомый А вот уже нету и хрипатцы А вот уже нету и хрипатцы Но классно в любом случае Это было офигенно И неожиданно на самом деле И очень круто И вообще я тебе скажу Если уж умеешь так То в общем этим надо пользоваться Время от времени на концертах Пользуется, да? Не, не, но надо Надо пользоваться Дело в том, что я этим зарабатываю На самом деле деньги Втихаре от коллектива Я понял Новые песни группы Нирваны Сенсация просто везде вообще А представляешь, что Сенсационный концерт Новые песни группы Нирваны В главной роли Артем Киваркет Да? Да недавно же день рождения был Кабейна И мы Играли новые песни Нирваны Не новые песни Но у нас сет был полностью Нирваны Просто мы там с одним товарищем Зарабатываем деньги По выходным Поем каверы В пабах В пабах, да И как раз мы делали целый сет Из Нирваны Там просто все были в восторге Я понимаю, почему они были в восторге Но это просто почти один в один А какие еще каверы поет группа? Или ты? Я не знаю как Ну в основном Всякие британские Легендарные песни Легендарные песни кого? Ну всякие Уазис, Блёр Там Значит ты меня сейчас заинтриговал Радиохэт Вот Радиохэт, к примеру Что поешь Радиохэт? Твою Хармополис Например И И А ты можешь показать? Могу Ну я не Давай, давай Давай уже сделаем Уж такой реверанс Чтобы было понятно Что за группа Акулы на прогулке Кто такой Артем Кеваркянс Можно настроить Скромный А ты пока настраивай Я пока поговорю Вот народ пишет Чего? Оживили Кубейна Мега круто Пишет Александр Сазанов Таня Шишкова Прекрасно Крутотенюшка Ты видишь? Какая реакция А вы тут поете какие-то Свои песни Браво Никита А Пятачков написал Ну похоже Чё? Руслан Ильянов написал Браво Я тоже верю В реинкарнацию Денис Журавлёв Слух не пропьёшь Спасибо Либо Млею Андрей Демьян И так далее Очень много таких восторженных возгласов Я и понимаю Почему На самом деле Эти возгласы Вот это я в точку попал Андрей Демьян написал Браво Попали в точку Ну что Готов? Давайте Давайте дальше всех убьём уже Это не коронная Конечно Моя песня Ну просто Давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok This is what you get На самом деле Просто понимаете Какое дело Я просто слов не знаю Я слов не знаю Обычно Когда я пою Перед мной стоит Пипетр со словами Я пою по словам Расслабься Это было прекрасно Народ В полном сейчас Офигевение Я сейчас пытаюсь Да Так это Слово Которое нельзя в эфире Произносить В полном Офигевении Находится И скажу вам По совести Абсолютно Однозначно Это круто Ну Могу сказать Что Тому Йорку Повезло У него есть Тот кто может Петь за него Если что Вдруг Только тексты Выучить До конца Так чтобы Не пользоваться Подсказками Браво номер два Пишет Ну в общем Братцы Как бы там ни было Любыми путями Но интерес к вашей группе Мы сегодня Вызовем Не мытьем Так скатанем Если не так То эдак Анекдот знаете По этому поводу Нет Нет Обожаю этот анекдот Расскажу коротко Чтобы народ пока Отдышался После того Что было в эфире Прежде чем вы поспаете Следующую свою песню Сидит девушка в ресторане Девушка красивая Сама по себе Одна Без партнера Подходит к ней Как это обычно бывает Кавказский товарищ Девушка Слушай Поехали со мной в баню Ну куда В баню Зачем Ну заодно помоемся Что Я с незнакомыми мужиками В баню Не хожу Категорически Категорически Хорошо Сел на столик Напротив Официант ему Что-то там принес Поставил А он сидит И смотрит А это ресторанчик На берегу Черного моря И там яхты стоят И значит Официант подходит Говорит Там с яхты вам Звонят трубочку Возьмите пожалуйста Он берет Что-то отвечает Девушка заинтересовалась И так через столик К нему Извините А чья это яхта Моя Вот та яхта Белая огромная Моя Хочешь покататься Он говорит Конечно Не мутьем Так катанем 4647 Это короткий номер Для ваших смс Сначала пишите свои Пробельчик Потом уже Все что хотели бы Адресовать Коллективу Окол на прогулке Значит В чем твой голос Как-то звучал В рекламе спрайта А полная версия Этой песни Не выйдет Свет Блин к сожалению Это же не наша песня Не ну как Почему Мелодию я не придумал Ладно ладно Ты уже всем Рассказываешь Да молодец Ну так рассказывайте Что это за история Со спрайтом Ну просто наш друг Дима Зайцев Который нас пишет Который нас пишет Да один из тех Кто нас пишет Вот как-то Просто посоветовал Меня в рекламу А его какие-то знакомые Снимали рекламу Для спрайта По-моему так было Да-да-да Снимали рекламу Для спрайта И им нужны были Новые какие-то голоса Потому что там все То же самое Вот захотел Что-то погрубее И взяли Артема Правда сначала Он говорит Ой нет Очень грубо Потом все-таки Нет Погрубей Вот Ох Сколько же там Нам школьников Тогда добавилась Группа ВКонтакте Много Очень Все ждали Версию этой песни Но мы не стали Всех разубеждать Что это не наша песня Просто Да-да Скоро будет А вы кстати Из сегодняшнего эфира Между прочим Парочку тех вещей Которых он не знает Текстов спел Тоже не переубеждайте Что это не ваша песня Все же будут потом верить Это кто спел Акулы на прогулке Где на живых Все это их песни Без вопросов Просто ребята Не взяли с собой тексты По-английски Не очень понимают Написали и забыли А так до конца И не допели просто А песня-то их на самом деле Давайте петь уже Что это будет Аманда Да, пора А, юная Аманда Вот Как всегда живой звук В программе живые Акулы на прогулке Здесь сегодня Поехали Заполняют кабаре Каждый вечер на тебе Как всегда Одежды мало и месье Все стремятся Все стремятся Обладеть Твоим телом Поиметь Твое общество И попасть под плеть Дым от сигарет Тебя забудут Скоро ждешь рассвет Скучает Юная Аманда 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 Скучает Юная Аманда 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 Скучает Ты в притоне на ковре Опиум погряз тебе Ты танцуешь В полуголой темноте Вновь сыграла Твоя масть Над собой Теряешь власть Обнажает Туз червобы Декольте В дирижансе На ковре И свинец Погряз тебе Остывает Твое тело В темноте Заполняют Кабаре Каждый вечер Но теперь Выступает Обнаженная Обещает Дым от сигарет Тебя забудут Скоро ждешь Рассвет Скучает Юная Аманда 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 Скучает Юная Аманда 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 Скучает Юная Аманда 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 Скучает Юная Аманда 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 — Опять же, тут какие-то непонятные вопросы задают, но я полагаю, что вы в курсе, как и с самым коротким концертом было, пусть расскажут про свои «английские победы». Киношка, как вот за этот человек. Что такое «английские победы»? О чем речь вообще? — Я издалека отначил немножечко то, что кавер мы этот не сыграем. — В Англии далеко. — Да, кавер мы этот не сыграем, в Англии далеко, к сожалению. Нет, просто был замечательный такой конкурс, который проводила как раз вот Саня Люнас Любит Джин, компания BeFitter проводила конкурс, и мы выиграли поездку в Англию на концерт группы «Кукс», на которой нужно было сделать кавер. Вот, и мы поехали туда, там, причем самое интересное, что там было все-таки более круто, то, что там был концерт Нойла Галлахера, кстати. Кстати, как знал, одел футболку. — Я думал, ты ее не снимал с тех пор просто. — Да, и руку не мылся в автофункции. — Да, с Вембли, прям купили на Вембли. — На Вембли, да, это как вот. Ну как на Вембли, там просто какие-то мужики пришли и разложили на асфальте футболки, я там купил ее. Вот, да, мы выиграли поездку в Англию, поехали туда и радовались там. — Ну вы-то радовались, а другие радовались вам? Что за кавер был на кого? — На группу «Кукс». — На «Кукс» все-таки, да? И как выиграли где? В России? — Да, там... — Среди кого? Какие группы были, например? — На самом деле, опять же, нам, может быть, даже повезло, групп достаточно было мало. Там были девочки, которые просто в караоке пели, там какие-то видео нужно было сделать. И групп где-то 10-15 действительно запарились, ну где-то так, да, сделали там действительно песни, кавер хорошие, видео сняли там. Ну, в принципе, мы тоже, вот Дима Зайцев нам очень помог, у которого мы и пишемся. Запарился, вот, в жюри, я вот помню, был Артемий Троицкий. — Ну, уже неплохо. — Да, вот, и кто... — И Равиль Аббасов. — Нет, да. — Ну ты так меня усмотришь, не мое-то. — Не, просто кто-то из журнала «Афиша». — Редактор «Тайм-аут». — А, редактор «Тайм-аут» был как раз, вот, мы ему говорили спасибо, потому что, как нам потом рассказали ребята, которые устраивали все, то, что его голос был решающим. Он сказал, что, не то, что решающим, он сказал, что либо акулы, либо, я вообще не знаю, что, вот, мы очень рады были. К сожалению, так с ним не встретились. Потом была замечательная вечеринка, концерт «Кукс» с Бакстера Дьюри, и это в Москве еще было, вот, на который был вход. Вот, мы там веселились, встретились с группой «Кукс» за кулисами на 5-10 минут, пообщались с ними. Вот, когда мы сказали, что, спросили ребят, вы все из Москвы? Мы такие, да нет, вот у нас Саня из Красногорска, он сначала не понял, что, ну, как-то мы пытались вам объяснить, что это Подмосковье, вот, это город Красногорск. На что они сказали, а Глег-Глег-Горск? — Да, мы думаем, конечно, да, мы... — Почему Глег-Глег? — Я бы оскорбился, между прочим, потому что мы тоже из Красногорска. — Вот, видите, а вот он Глег-Глег-Горск. — Мы бы сейчас сказали, вот это вот зря, а он это сделал. Красногорск — лучший город Земли, между прочим. — Да, и самое интересное... — Мы сами сдержали, он хотел... — Да, наша деревня, ее обижать нельзя. — Да, самое интересное, что там, это говорят нам люди, у которых просто вот так вот вся вот... Это как, не раздевал, как это? У нас такого не бывает, это... — Гримерка? — Гримерка, да. — У вас такого не бывает? — Заставлен просто алкоголем любым вообще просто вот так мы зашли, вот так вот, вот так вот. — И он нам еще говорит Глег-Глег-Глег-Горск, да? — Саня просто не понял, он стоит, просто стоит. — Расстроился, я так понимаю. — Может быть. — Ну, пусть они себе там думают, что хотят в любом случае. Вы же их порадовали уже за ушком по чешиванию. Порадовали тем, что вы это сделали красиво, и они к этому даже, наверное, как-то и отнеслись. Ну, я так думаю. — Да мы сомневались, что они вообще слушали. — Мы им даже диск подарили. — Да, подарили диск, да. — Кого? Акулы на прогулке? — Да, да. — Собрали свои демозаписи. — Да, просто писали на диске что-то написали. — На диске оставили. — Теперь у него в гримерке среди всего этого великолепия спиртного стоит альбом Акулы. — Причем в Москве так и остался. — Так, какие-то вот интересненькие есть сообщения. — Ну вот, что пишет Никита Пятачков-то. Знаешь, Семен этого не любит. Я не люблю, когда сравнивают кого-то с кем-то. Но вы, ребята, мне очень напоминаете Kings of Leon. Очень классно. Музыка европейско-американского уровня даже лучше, пишет Никита Пятачков. Это все потому, что у них гитаристы из Красногорска, поэтому даже лучше. — А сколько альбомов у группы я просто пропустил, Андрей Демен спрашиваешь? — Ноль. — Ну как ноль? Один, но там... — Это не считается альбомом, это предыстория. Знаете, это как группа «Пантера». У них было три альбома, но началась новая история. И «Как Боис Пром Хелл», который на самом деле четвертый, считается первым. Также у нас... Мы сейчас записали альбом. Надеемся, скоро он выйдет. Куда говорить, какую камеру? — Да, в любую. — Скоро он выйдет. — А, ты хочешь запечатлеть этот момент, да? — Ну да. — Тогда говори в этом. — Так, чтобы твои глаза видели люди. — Да, скоро этот альбом... — Особенно один человек. — Да. — Альбом, который нас пишет. — Ну да, вот. Это будет считаться, грубо говоря, первым, то, что мы делаем сейчас. — Так, а сколько там будет песен? 12 минут. Все те, что вы поете, там будут на альбоме. — Ну да, практически. — Не все? — Не все? — Не все? — Да, какие-то другие будут. — А мы не помним. — Половина будет из этих песен. — Вообще ничего не помним. — А половина? — Удивительная группа. — Ничего не помнят. — Тексты забывают, хоть они свои. Не помнят, где что в альбоме будет. Как он называться-то будет, альбом? — Пока не знаем. — Пока не знают они, как он будет называться. Ну, в общем, группа «Акулы на прогулке». Бесшавашные пацаны, которые делают хорошую музыку и не думают о том, как это должно выглядеть. Главное, ну, я имею в виду внешнее, главное, чтобы внутренне было хорошо и плотно наполнено. Пора петь. — Да, вот следующей песни на альбоме не будет, к сожалению, хотя одна из самых первых. — То есть в эфире тоже, я так понимаю? — В эфире будет. — Да, в эфире тоже, через некоторое время, да. — Что за песня? — Это одна из самых тоже древних песен, называется «Афалины». — Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня акулы на прогулке. Кому еще петь об афалинах, как мне акулам на прогулке? Погнали. Субтитры подогнал «Симон» Для нее ловил Афалин, в стаю плавал И тонул, не понимая, растворял В воде остатки своих снов Для нее собрал омюкет инопланетных роз Так глубоко вдыхая лед Вдыхая лед В глубинах мертвых океанов Акулы съели капитанов Живых остался только он надехал В доме из стекла, где она жила Адрес на руке, он наверняка найдет ее И слегка коснется ее губ Для нее цвела 18 лет, она ждала Меняя цвет, летает лед Летает лед Летает лед В глубинах мертвых океанов Акулы съели капитанов Живых остался только он надехал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акулы на прогулке Напоминаю Сегодня они на берегу Сегодня они гуляют Потому и на прогулке Сегодня они безопасны А, кстати, где-то видел замечательную фотку Ну, акула, как всегда, она плывет С плавником, да? Сверху И надпись была Акулы вообще знают, что они из-за этого плавника палятся или нет? То есть, по ходу дела Ее же видно издалека Могла бы подплыть незаметненько Акулы на прогулке Само по себе название очень такое хищное Прямо скажем Да, мы об этом говорили в самом начале Я имею в виду само название Откуда взялось Название достаточно хищное Но на прогулке Вот, скажем, вторая часть названия Придает этому хищному названию Некую легкость и игривость Вот эта легкость и игривость у вас во всем Самое забавное Что, может быть, даже ты Вот не ты, не ты, не ты, не ты Не понимаете, что вы делаете Вот реально Так бывает Ну, правда Вот человек что-то творит Путное, серьезное, интересное Ему кажется, что это обычно Вот, обычное дело Кто-то берет, например, в руки кусок дерева И обычным ножичком вытесывает Смотришь, мама дорогая Произвини искусство Говоришь, да это же круто Он говорит, да А я так балуюсь, да Вот вы делаете то же самое Не понимая, мне кажется, даже Насколько это круто Вот реально Не, реально Спасибо, спасибо Да ничего, ты с глазки-то потупил Я же говорю, что думаю Вопрос от Алексея Лопахина На самом деле, может быть, вопрос интересный С кем-то из наших российских музыкантов Не было желания или интереса дуэтом спеть Совместную песню, например, какую-нибудь А, Сань, заулыбал что-то Ну, у нас был один раз шанс Нас пытались свести с Чичериной А, да Как раз, кстати, вот так Кого с ней только не сводили И что? Но с нами вот она не захотела Да нет, просто она очень занята была Да, конечно, у нее 8 альбомов сейчас на записи О чем ты говоришь? А что, о чем ты говоришь? Она каждый год по альбому выдает У нее работы немерено вообще У Чичериной Да А хотел нас вести Дима Зайца, который нас пишет Да, ну одна просто его знакомая Ну да У Чичерина один-единственный альбом за все годы ее творчества А вот был бы с нами второй Так, к слову Поэтому почему она так занята? Для меня, например, большая загадка Вот честно тебе говорю О, хотел плохого Пожалуйста Сергей Малявин Пока единственная, но четкая такая Вот, знаешь, как изложено все по полочку Приветствую Не, сегодня не мое Не нравится мне такая, в кавычках, молодежная манера вокала Присутствующая в некоторых группах И лично для меня она убивает все впечатления о группе Извините А не, а в чем у Йорка, например, или Курта Кубейна К примеру, тоже молодежная подача Это же его же голос, по сути дела Вот хороший вот так вот, да? Сергей, вы слышали, как Ну, так просто в баловство ради Артем, вокалист коллектива Спел немножко Кубейна Прям в точку, в десяточку Потом Тома Йорка Радиохэд Так, в точку, в десяточку Это все его голос А что в этом голосе тогда так много Чего получается И Нирвана, и Радиохэд Это Хотя, да, наверное, это девчачья группа Вообще, молодежная Это группа для совсем молодых Точно, точно А вот Сергею нравится группа постарше, которая Ну, кстати, могу Коклетов еще петь Коклетов Коклетов? Ну, не надо, да? Да, ну, лучше не будем Нет, секундочку Нет, секундочку Вот это даже я не смогу Не могу я Давай Если умеешь петь Коклетов Не туда поешь Вот туда поешь Ну-ка Сейчас может не получиться Я не тренировался Это знаешь, как так и я, Телебенька Могу, ты Мурку мне сыграй Хорошо Давай-ка Коклетов Ну, тут выходит Летов Какие деревья, плохие дома Такие плохие кусты Какие плохие такие дома Особенно эти кусты А хороший автобус уехал без нас Хороший автобус уехал Прочь! Вот видите, не получилось Так и бывает Это получилось реально как пародия какая-то Но Тёма, на самом деле, может хорошо спеть Летовая Но всё равно это было круто Слушайте, а вы на концертах не пробавляетесь вот такими вставочками? Вот реально, мне кажется, это очень бы придало живости и радости Вы весёлая шкодная группа С глазовыдирающим цветом гитары На которую не хочется смотреть, но глаз таки на неё попадает всё равно С таким названием, как акула на прогулке В общем, на концерте можно бы делать такие вставки Про Летово, например Про Радиохэт Про Нирвану Ну, просто так Для радости и для удовольствия Я уверен, что народ это оценит Правда? Вот серьёзно Это как рекомендация Может быть, я, конечно У Летова кряхтения не было Но как пародия, да, нормально Алексей Лопахин написал Ну, мы с уважением Ну, мы с хорошим уважением, да А ещё попробовали Не хотели Без уважения к Летову Ну, как можно было Ни в коем случае Слушайте, у нас с вами остаётся, ну, совсем чуточку Ну, буквально на одну песню, видимо Потому что шесть минут до конца эфира Я вот что хочу сейчас В некотором смысле обсудить с вами Тоже как такой момент вашего творчества В шестого года, то есть, 9 лет, да, существует группа 9 лет акулы на прогулке добиваются своего Я как-то выявил в своё время формулу Не знаю, насколько она справедлива Может быть, плюс-минус туда-сюда Можно поплавать в этих цифрах Но по моей формуле Которую я, опять-таки, выявил из опыта Исходя из того, что вижу каждый день перед собой Где-то лет 10 нужно группе Для того, чтобы завоевать вот то своё положение Которое дальше даст ей возможности Правый повод расти, расти, расти И уже быть известной У вас ещё годик После которого об акулах на прогулке Должны знать все Что вы будете делать В течение этого года Чтобы вас знали все Вот как мне, например, кажется За 9 лет не написать ни одного альбома Это промах С вашей стороны Мне кажется, что за 9 лет Не позволить себе Как-нибудь хоть чуть-чуть пиара И раскрутки Это большое упущение С вашей стороны И здесь, мне кажется, нужно было бы прикладывать Уж извините, что я менторским тоном заговорил Но это как старший товарищ Вам бы нужно было бы приложить Хоть какие-то усилия Мы же прикладываем эти усилия Чтобы вас как-никак раскручивать Вы сами как-то тоже приложите Чутка Вот Просто вот Опять же Хотим сказать спасибо Кате Которая нам помогала Спасибо Кате, конечно Да Но нам просто всё равно Опять же без обид Нам не было человека Который во всю Во-первых, поверил Который был Нет, не деньги Нет, нет Который вот Вхож в такие круги Куда вот сюда-сюда разослабил Потому что мы рассылали альбомы и прочее Какие альбомы? У нас нет альбомов Да эти демки наши Ладно, ладно Что ж ты цепляешься к словам Вот И опять же нас очень бросал Мы раза три-четыре просто Выкидывали свои трек-листы То есть у нас вот допустим Есть десять песен Мы играли их Потом перестали Потом ещё Опа, там ещё Шесть-семь песен Опять перестали И потом Вот эти песни наши С какого года получается Десятый год То есть эти песни десятого То есть этим лет пять Четыре-пять лет Ну, самым старым Вот в этом опять же проблема Могу сказать, что зря Вы так к своему творчеству относитесь Правда, зря Зря Это я так Опять же, как старший товарищ Ну, зря Музыка достойная И она должна развиваться Она должна иметь свое продолжение То, что от нас зависит От меня лично зависит Мы делать будем А что зависит от вас Ну, что Ну, давайте новых песен Мы с радостью их возьмём Если будет новый альбом В Живые Если будут хорошие новые песни В ротацию Завтра В программе В Живые группа Оберег Со своим новым альбомом Совершенно новая программа Очень рекомендую всем тем Кто любит группу Оберег Даже если кто не знает эту группу Очень рекомендую Всё равно К прослушиванию А Акул на прогулке Сегодня заканчивают Свою музыкальную часть Музыкально-разговорную программу Какой песни, скажи мне? Ну, песня, которую мы обычно Заканчиваем наши концерты Она называется Не с теми ты связалась Хорошее название Для финальной песни Как всегда, извительное Спасибо, братцы, что были здесь Вы замечательные Не теряйтесь, пожалуйста, из виду Занимайтесь тем, чем занимаетесь Вы достойны того, чтобы вас знали Правда Всем пока Будьте здоровы До завтра Поехали Не открываешь свои связи Датчики движения Не находят твое место поражения Не с теми ты связалась Не с теми ты связалась Открыто я собрала Ты балу получала На и на витринах На визинах На костюмах Малекенов Ты скрывалась Ты скрывалась Ты хотела Убраться ночью И с коктейлями На дельте первый класс На проданный билет И ты попалась На крючок Снимай Своё сон До рот Ты опознана Вполне Ты раскрывала Свои тайны Каждому прохожему Напитки, сигареты Лёд Женави Пложит И спалилась Не с теми ты связалась Не с теми ты связалась А-а Связалась И наступают нам на пятки Комиссары С чёрными пусами Так что не удастся Даже не пытайся Убраться ночью И с коктейлями На дельте первый класс На проданный билет И ты попалась На крючок Снимай своё сон До рот Ты опознана Убраться ночью 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 Убраться ночью 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 Ты Опознана Вполне Ночью